Ледовые забеги в России вещь хоть и редкая, но очень популярная. Где-то у нас в стране бегают по замерзшему озеру, где-то по реке, но только во Владивостоке экстремалы и обычные горожане выходят на заледенелое море. Впервые такое спортивное испытание прошло в 2016 году, и теперь Владивосток Айсран готовится к своему второму старту. Наш город уже совсем скоро вновь примет у себя в акватории самый холодный полумарафон в стране. Мы все ближе приближаемся к этой истории, которую мы хотели бы, чтобы здесь произошла. Хотим мы, чтобы бег стал объединяющим фактором, работающим на туристическую привлекательность Владивостока. Мы за бег не как спортивный чисто проект, а как за здоровый образ жизни и туристическую достопримечательность Владивостока. Зимний забег предоставят на выбор три дистанции – 5, 10 и 21 километр, плюс 500 метровка для детей. Сильный северный ветер и низкая температура станут настоящим испытанием для участников. Их, к слову, уже заявилось более 700 человек. Это и Приморский край, и дальние регионы России, и даже представители зарубежья – США, Китая и Кореи. Проверить свои силы выйдет даже генконсул Соединенных Штатов Америки Майкл Кийс. Чтобы пробежать бок о бок с гостями Владивостока, многого не требуется. Главное – позаботиться о своей экипировке. Начинаем снизу – это кроссовки трейловые. То есть, что такое трейловые кроссовки? Это хороший глубокий протектор, либо в подошве должны быть шипы. Если нет шиповых кроссовок, как в моем варианте, то это ледовые накладки, называются они ледоходы. Поверхность семенного тела – это многослойность. Чем ниже температура, тем больше слоев. Это термобелье влагоотводящее, флис утепленный и куртка мембранная, которая защищает от ветра. Также обязательно должен быть баф, который защищает полностью щеки и шею. Это очень важно, потому что если на берегу нет ветра, на море очень сильный ветер. Пробежать в таком обмундировании придется немало. Трасса пролегает по всей бухте Навик и на протяжении всего пути прерывается лишь пунктами обогрева и питания. Конечно, основываясь на последних городских событиях, горожанам на лед выходить сейчас тревожно. Но, как отмечают организаторы, безопасность участников будут обеспечивать сразу несколько служб. МЧС, полиция, скорая помощь и специальные патрули. К тому же каждый участник будет застрахован. Мы планируем, что любой остановившийся на маршруте подвергается жесткому контролю со стороны экспедиторов. Если человек встал, значит уже предполагается некий сбой какой-то. Даже если просто передохнуть, возможно, ему нужно погреться в этой пункте. Кстати, туалеты по трассе мы тоже предусмотрели и точки питания. В этот раз, после прошлогоднего фурора, организаторы решили поставить лимит участников ради безопасности. Их будет не больше тысячи. Само же мероприятие стартует 25 февраля. Максим Яковлев, Андрей Макаров. Новости спорта на восьмом.